МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Реальная жизнь» в студии работы журналист Михаил Дэйч. Сегодня мы говорим о Дне освобождения Украины от немецких фашистских захватчиков, о том, что с этим связано, о памяти нашей, о памяти тех, кто погиб. И у нас в гостях сегодня Роман Маркович Шварцман, президент Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников, гетто и нацистских лагерей. Здравствуйте! Здравствуйте! День памяти – это всегда очень важно, тем более сейчас мы очень много говорим о том вкладе, который внес наш народ в деле победы над нацизмом. Мы вспоминаем наших героев, мы вспоминаем тех, кто погиб. Эта память должна быть вечной. Что для вас означает этот день? Тем более я знаю, что совсем недавно в Одессе одновременно были серьезные такие мемориальные мероприятия, посвященные памятью жертв нацистской агрессии. Во-первых, хочется еще раз, может быть, сотые тысячи раз сказать большое спасибо воинам Красной Армии, которые освободили нас из гетто, как и в Освенцуме воины Красной Армии освободили, и так у нас на территории Транснистрии. В 1944 году для нас это очень важно. Мы это помним и будем помнить всегда, и стараемся вот эту память передавать своим детям, своим внукам. И ту работу, которую мы делаем в нашей организации, те 25 лет, что мы занимаемся этой темой, она подчеркивает, что эта тема очень нужна, и она актуальна, она будет всегда актуальна, потому что забыть, отдать забвению такую трагедию, которая была вся Вторая мировая война, которая унесла около 50 миллионов жизней и 6 миллионов евреев по национальному признаку, которые были уничтожены. Это была трагедия, которая называется Холокост, которая называется Шоа, которая называется Всесожжение. Катастрофа, которая не должна повториться. И вот этим мы занимаемся сохранением памяти. Говорят, что самый главный предохранитель против возможной будущей катастрофы – это человеческая память, которая сохраняет всю информацию о злодеяниях нацистов, и одновременно именно эта память не позволяет сейчас появляться росткам нацизма. Давайте прокомментируем эту тему. Да, вот мы, собственно, этой темой, которую вы сейчас обозначили, она является как бы настольной книгой работы нашей ассоциации. То, что мы создали такой уникальный музей, музей, который освещает всю трагедию, которая была на территории Транснистрии, территория, которая была под юридикцией Антонеску, румынской территории. Дитлер отдал Одесскую область под Днестру в распоряжение румынским. Да, это Днестр и Южный Буг с двух сторон, и с третьей стороны это Черное море со столицей Одессы было для Транснистрии. Вот это тот большой пласт работы, которой мы занимаемся, но у нас в музее освещается не только тема Холокоса на территории Транснистрии, для нас она глобальная. Мы начинаем с Ассвенцума и как бы продолжаем эту линию, хоть Ассвенцум мы уже говорим, что находится на расстоянии несколько тысяч километров, этот польский городок. Ассвенцум, да. И до Одессы там сжигали людей, и у нас в парковых складах тоже сжигали людей, сожгли 25 тысяч человек. И для нас парковые склады, мы считаем, что это Одесский Бабий Яр. Вы знаете, люди моего поколения, для нас было очень отрадно узнать, что эта тема не отдана забвению тем указом президента, который был в 2015 году. И вот в 2016 году те все мероприятия, которые были в Киеве, а потом и в других городах, вот такие большие глобальные мероприятия, связанные с сохранением памяти. И тот меморандум, который был подписан в Киеве, где мы участвовали, узники, когда подписывали, наконец-то создать мемориал памяти жертв Холокоста Украины. Дело в том, что из, как мы говорим, из 6 миллионов уничтоженных, 3 миллиона – это советских евреев, 3 миллиона – это западная Европа. И остальное, в общем-то, это большая часть восточной Европы, прежде всего. Польша, Румыния, Венрия и так далее. Да, у них 3 миллиона. И у нас 3 миллиона. Но Украина – это полтора миллиона, больше всех советских республик. И чтобы не было вот такого мемориала, который бы говорил о тех трагедиях, в Украине это был действительно, как сказал и президент, вот мы были на приеме президента 29 сентября, и другие выступающие, которые говорили, это позор был для нашей стороны, для нашего государства. И вот те мероприятия, которые сейчас будут выполняться, в Киеве, будет создан мемориальный комплекс. Это мемориандум подписан и президентом, и представителем Натаном Шаранским, двумя братьями Кличко, и другие такие люди, которые внесли большие суммы денег, и дали такое обещание, подписан мемориандум, что в 80-й годовщине Холокоста этот мемориандум будет сделан. Давайте немножко подробно поговорим по поводу нового памятника, который открыт в Одессе в память о погибших евреев и красноармейцах, и просто граждан Одессы, которых немецкие и румынские оккупанты сожгли в районе парковых складов. Да, вот я от Киева, да, и перехожу, действительно, вы правильно подсказали, к Одесскому мемориалу, к теме, который вот сейчас волнует всех у нас, особенно людей, которые пережили эту трагедию. И вот всем известно, мы очень много говорим о тех пороховых складах, это 9 таких складов, где были загнаны, начиная с 19 октября, сейчас как раз годовщина, тоже 75 лет Одесскому мемориалу, были загнаны с 19 по 23 октября, и там были сожжены 25 тысяч человек. Это есть акт чрезвычайной комиссии, он утвержден... Проследование злодеяний оккупантов. Да, расследование злодеяний оккупантов, и причем оговорка в акте написана, что это приблизительный расчет, потому что они предполагают, что там было намного больше. Оккупанты не вели точного учета, для них важен был факт уничтожения просто людей по национальному или политическому признаку. Да, совершенно верно. И вот они там были сожжены, то, конечно, вы правильно сказали, что там были и солдаты, и матросы, которые не успели, и предполагается, около трех тысяч было. То есть памятник, который мы буквально открыли, вновь открыли 21 числа, с участием, мы очень благодарны и областной администрации, и областному совету, и городским властям, что все брали активное участие в открытии этого памятника. Мы там привели в порядок. И там характерно, что было этот памятник, который мы поставили 25 лет тому назад. И вы правильно подсказали, советским гражданам. Ведь тогда нельзя было говорить, что это уничтожены евреи, потому что... Существовали некие идеологические ограничения. Были, да. И тогда евреи, как участие в Холокост, это не считалось, потому что это слово, собственно, и появилось, когда наша Украина стала... Ну, призвана была, скажем так, в применении уже в последние годы. Да, когда Украина стала независимой, тогда уже все вопросы стали свободны, и мы организовали, собственно, нашу ассоциацию. И вот этот памятник мы привели в порядок, второй памятник. И для нас важно, что на этот церемониал, открытие этого памятника, если вы, ваши журналисты, тоже были, видели, очень много было детей, очень много школ, украинских школ, русские школы были, еврейские школы. И вот это дети видят и слушают вот этот рассказ очевидца у нас был, который удалось спасти, у нас господин Заславский. И вот эти рассказы, это очень большая школа, которая даст возможность детям впитать в себя ту трагедию, которую пережили их деды, их прадеды. И для нас это важно, чтобы память не знала тления, чтобы мы этими памятниками, этой работой нашего музея, мы издаем очень много мемориальных книг, книг-воспоминаний. И тот жизненный опыт, который нам подсказывает, чтобы ходить в школах, мы очень много проводим лекции в школах, в университетах, мы ездим, вот когда был издан приказ, указ президента о тех мероприятиях по сохранению памяти и мемориальным событиям «75 лет бабе Мюяру», мы вместе с бригадой объездили всю Одесскую область, где были гетто или концлагеря. И мы сейчас проводим очень большое, мы договорились с местной администрацией, районной администрацией, с мэрами районов, Болграда, Рени, Тарутина, Сарата и так далее. И сейчас мы проводим, у нас до конца следующего месяца будут приведены все памятники жертвам колокола, там были по 10 тысяч человек расстрелянных, по 15 тысяч. Я хочу отметить, вы знаете, что местная администрация, она настолько участвует в этих всех мероприятиях, они вкладывают свои средства, они приводят туда школьников, они проводят там митинги, они объясняют местные сельские школы, вот этой темой уделяют большое внимание. Давайте немножко подробнее на эту тему. Вы знаете, сейчас есть много достаточно попыток обвелить действия нацистских преступников и даже их коллаборантов. И есть идея о том, что вот давайте перепишем историю, она была совершенно другая. на самом деле деятельность таких организаций, как ваша способна сохранить настоящую историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и одновременно это, наверное, все-таки очень важный шаг в деле воспитания подрастающего поколения, для того, чтобы они знали, какой ценой была завоенна победа, сколько жертв, сколько погибло бойцов и сколько погибло мирных жителей. Да, и, конечно, в этом вопросе для нас важно, чтобы люди посещали музеи, чтобы люди брали участие, и чтобы в школах, чтобы государство, в школах, вот мы смотрели истории в седьмых, восьмых, десятых классах, к сожалению, очень мало этой теме уделяется внимания. Но мы, когда учились, у нас вообще не было этого слова. Холокост мы не знали. Мы узнали только, когда нам разрешили об этом помнить, об этом знать, об этом говорить. Это когда Украина стала независимым государством. И, конечно, сейчас и городские, и областные власти, они нам помогают в решении этих вопросов и в решении установки этих памятников. И для нас важно, когда вот к нам музей приходят городские власти, когда к нам музей приходят областные власти, и все посольства, которые посвящают Одессу, они обязательно приходят и они восхищаются, во-первых, той работой, которая делается в Одессе. И когда приходят иностранные гости, они буквально, у нас несколько случаев было, когда нам пришлось вызывать скорую помощь. Потому что... Потому что они увидели. Да, увидели и... Такая реакция была. Да, и мы стараемся учителям, когда они приводят... У нас и сельские школы приезжают специально автобусами и видят вот ту трагедию, которая была. И, знаете, когда наше поколение, ну, я могу сказать о себе, когда при советской власти был государственный антисемитизм, и сейчас его нет, и видишь отношение чиновников, видишь отношение властей с пониманием той темы, которую мы воспроизводим, мы стараемся довести до людей. Это вызывает какое-то даже сентиментальное отношение. Нам трудно рассказывать сейчас о себе, рассказывать о той работе, которую мы делаем, потому что уже психика начинает немножко подводить. Кто вам помогает? Потому что любые исследования, даже поддержка музея, это все-таки средства, это силы, не обязательно это деньги, это где-то внимание, где-то поддержка, где-то финансирование. Это все требует усилий и, самое главное, координации этих сил. Кто вам помогает, я знаю, что, в общем-то, у вас есть поддержка и в Украине, и за рубежом. Да, мы у нас, наша организация, это считается международной организацией. Мы недавно были две недели в Германии, в Берлине, выступали в Ратуши, выступали в Бундестаге, и мы рассказывали о той работе, которая, вы знаете, немцев это очень интересует. Немцы прошли в свое время мощную дирекцификацию, которая проходила и в западном, и в восточном секторе, и в оккупации, и, в общем-то, наверное, этого много сделало свое дело, и теперь население Германии, в общем-то, достаточно с пониманием относится к той проблематике. Да, они нас очень поддерживают. У нас очень большая дружба сейчас стала с посольством Румынии и с генеральным консулом Румынии. Раньше румыны, когда мы их приглашали на какие-то мероприятия, они просто демонстративно отказывались, не проходили. А вот сейчас у нас там политика уже другая, другой президент, они начинают понимать, что такое катастрофа. И мы даже были недавно, я ехал с главным раввином, мы были у посла Германии, у посла Румынии, мы посетили их, они обещали нам помочь строительству мемориального комплекса на территории второго еврейского кладбища. И нас поддерживает международная организация, Израиль, Яд Вашем нам помогает, музей Холокоста в Берлине. Вот там очень большой музей, мы вот недавно посетили. И те вопросы, и Польша, вот мы сейчас генеральным консулом Польши тоже у нас такая дружба завязалась, тема ведь у нас, Польша, она на первом месте по праведникам мира. Для нас тема праведника мира, она такая, слишком трогательна, потому что люди сейчас... спасали своей жизнью, жизнью своих близких, спасали евреев от уничтожения во времена Холокоста. Да, и вы знаете, мы считаем, что если бы не было вот этих праведников, этих благородных, этих божественных людей, украинцев, армян, русских, у нас в ассоциации, они есть, числятся, мы им помогаем, конечно, погибло бы намного, намного больше. Мы всегда даем им уважение, мы поддерживаем с ними связь. И для нас, вот мы стараемся делать экскурсии по районам. Мы берем школьников, обижаем районы, каждый там месяц какой-то район берем, и там, где была гетто, там, где была... По Одесской области достаточно много таких мест, потому что евреев переселяли и там уничтожали уже на месте. Это и Богдановка, это Кмечетка, это и Винницкая область, это очень много районов, это и Бершадь, это и Ободовка, то есть очень много таких мест. Мы стараемся и в Кривом озере несколько... То есть памятников мы поставили очень много. Ну, недавно вот памятник в Балте, колоссальный, мы сделали скульптурную композицию и там помогли нам и мэр, и губернатор, председатель государственной администрации Балтского района. И мы отдаем очень большое внимание вот этому вопросу. Для нас очень важно, чтобы дети знали, для нас важно, чтобы вот эта тема, мы сталкиваемся и когда взрослые люди их спрашивают, что такое Холокост, ну, я уже как-то об этом говорил, одни называют Холокост, это какая-то провинция в Китае, другие говорят, что это какой-то цветок, то есть люди не понимают, люди не учились, люди ну, просто неграмотные. Давайте немножко на эту тему порассуждаем. Сейчас очень много появилось неких современных историков, в кавычках, которые говорят, этого не было, или это было не так, или что-то еще. И здесь, наверное, огромную роль в сохранении правды играет Израильский институт памяти Яд Вашем, который собирает все факты, буквально пофамильно, и который сыграл очень большую роль, чтобы чтобы вся эта история сохранилась и стала достоянием всего человечества, не только еврейского народа, но всего человечества, потому что любой геноцид это проблема планетная, это переживали не один еврейский народ, были и другие ситуации, у армян был свой геноцид, но вот трагедия европейского еврейства, это самое близкое нам сейчас, и самое по дате, и по территориальному, давайте временем об институте Яд Вашем. Да, ну, трагедия еврейского народа, как сейчас уже признан, когда эта тема начала быть легитимной, это трагедия не только еврейского народа, это очень плохо, что некоторые историки, которые признают колокост как трагедию еврейского народа, и плохо они считают, что это только еврейский, нет, это, как сказал английский ученый Дин Зрид, он говорит, когда бьют колокола, не спрашивай, по ком они бьют, потому что завтра будут по тебе бить колокол, поэтому ты никогда не спрашивай, то есть эта трагедия, как вы говорите, это не терроризма, который в свое время получил возможность сделать такой ужасный эксперимент на территории Европы, да, но в отношении тех историков, которые отрицают колокост, ну, вы знаете, я человек уже прошел большую жизнь, и я могу сказать, что это не историк, это безграмотный, бестолковый, ну, мне неудобно на телевидении назвать его дебилом, вот, но вы захотите, вырежете, но это не историки, потому что они не изучают историю вот этой трагедии, они не видят, как бульдозеры за эти миллионы, тысячи трупов, а деревенелых закапывает, засыпает в эти канавы, они не видели вот этого миллионного количества людей, детей, которых расстреливали, как на Нюрнбергском процессе, это юридически доказано, потому что была процедура, было следствие, был международный трибунал Нюрнбергский, который доказал это все в законном порядке, и это есть, скажем так, часть мирового юридического наследия. Да, и после Нюрнбергского процесса это был уже Бухарестский процесс, где были осуждены уже те непосредственные фашистская Румыния в то время, которая вот привела на нашей территории Бессарабии и Одессе. Бессарабия, Буковина, часть Одессы, Николаевская область, Винницкая область, вот были осуждены, и вот очевидцы, генералы, те офицеры, которые участвовали в уничтожении вот этих детей, они цинично заявляли там, что мои солдаты, они соревновались, кто больше, когда детей выбрасывали из пороховых сладов, родители думали, чтобы их спасти, они выбрасывали через окошко, а мои солдаты, говорит один офицер, вы стреляли и соревновались, кто больше собьет вот этих детей, ну, разве может историк так писать, то есть это заангажирована какая-то личность, вот знаете, как сказал профессор преображенский это поведен какой-то швундер, который получает какую-то определенную мзду для того, чтобы так написать, это же нетрудно, не надо быть историком, надо быть не политически заангажированным, а просто финансовым, материальным, а для таких людей нет идеи. здесь очень важен вопрос неотратимости наказания за военные преступления, особенно за нацистские военные преступления, здесь, наверное, тоже стоит вспомнить опыт Израиля, историю с судом над Эйхманом, одним из организматоров так называемого, я подчеркиваю, окончательного решения еврейского вопроса, который даже, может быть, лично не участвовал, но планировал эту всю страшную операцию по уничтожению европейских евреев, он был найден, его вывезли в Израиль, публично 20 января в предместе Берлина, когда собрались эти немецкие бонзии, мы были там, кстати, в этой квартире в предместе Берлина, якобы на конференцию такое обсуждение, на конференцию, ванзейская конференция она называлась 20 января, подписали акт об окончательном решении еврейского вопроса, они начали уничтожать евреев еще в 1933 году, понемножечку, по 300 человек, по 500 человек и потом они видят Европа молчит, что Америка молчит и эта история не должна забыть тех руководителей и те конфессии, которые молчали, вот молчание дало возможность Гитлеру привести вот такой акт уничтожения такого большого количества людей, вот поэтому возможно современный мир, современное общество, возможно не молчит, мы это видим сейчас, то что в восточной нашей Украине идет вот эти события военные, мы видим, что мир в самом деле он плохо занимается, он недостаточно, но тем не менее занимается, не дают возможность агрессии развернуться побольше, и нам кажется, что вот когда мир не будет молчать, но есть простой анекдот, но не анекдот, а такая притча, все об этом говорят, когда к проповеднику немецкому пришли и он говорит, когда его забрали, он говорит, когда пришли ко мне, забрали евреев, я молчал, потому что я не еврей, когда пришли за коммуниста, я молчал, потому что я не еврей. Когда пришли за профсоюзными работниками, я молчал, потому что я не профсоюзный работник. А когда пришли за мной, уже некому было говорить. Вот это должно быть назидание тем руководителям, тем лжеисторикам, что за ними тоже придут. Роман Маркович, напоследок, буквально полторы минуты. Вы общаетесь с людьми, которые пережили это страшное. Вы общаетесь с их родственниками, вы видите фотографии. О чем они думают сейчас? Для нас очень важно, чтобы наши дети, и наши внуки, и наши правнуки, чтобы они не знали этого. Это настолько страшно. И мы в этом направлении работаем. Мы работаем с детьми. Для нас очень важная аудитория детская, юношеская аудитория. Немцы нам как-то выделили одноразовую финансовую помощь, называя нас людей с утраченным детством. Вот так немцы нас назвали. Это современная Германия. Нам выделили какую-то материальную помощь. Мы бы не хотели, чтобы наши дети, чтобы наши внуки, чтобы у них не было утраченного действия. И поэтому мы стараемся сейчас помогать. Собираем средства. Помогаем детям. А то мы дети войны, дети Холокоста. Дети Холокоста. У нас акция есть в нашей организации. Дети Холокоста детям войны на Донбассе. Мы им очень помогаем. Мы нашли несколько детских домов, где дети без родителей, где дети инвалиды. Мы им ходили, мы им сладости принесли. Потом мы собрали деньги, пришли в 411 госпиталь. Мы солдатам всем выдали по 2000 гривен. То есть мы стараемся показать, что для нас тема войны, она для нас не безразлична. Поэтому мы не хотим, чтобы с нами, мы хотим, чтобы ушла та трагедия, та боль, и чтобы больше этого не повторилось. Я думаю, что сейчас, когда в нашей стране, в Украине отмечается День освобождения от немецких фашистских захватчиков, мы это хорошо помним и желаем, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо. У нас в гостях был Роман Маркович Шварцман, президент Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских лагерей. Мира нам и счастья на нашей земле. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин